Мы думали, что платить надо, как обычно, мы уже много раз встречали, что на выезде платишь, шлагбаум открывается. А сейчас приехали на выезд, а там закрыто и нет автомата. В общем, пришлось нам вернуться, вернулись, и вот мы там дорогой, когда шли на автобусную остановку, на шаттл, мы видели, там автомат. Скорее всего, придется нам ехать туда и там платить, точнее не ехать даже, а идти. Денис вот просто подъехал ближе к концу парковки, чтобы не очень далеко идти, и теперь пойдет платить. Сейчас я увидела, сзади нас парковалась легковая машина с прицепом, хотя здесь знак стоял, что эта парковка только для вонмобилей. Вот это красненький носик торчит, но он с прицепом. Наверное, решил водитель, что раз с прицепом, то он автодом. Заплатил? Там надо было это делать, да? Да, на любом автомате, просто тут нет их. Вот так. 18 евро 70 центов. 18 евро 70 центов. Но это правда на 24 часа. Мы... Хоть ты где 5 минут постоишь? Ну да, мы постояли всего полдня. Мы приехали в 8. Нет, наверное, полдевятого мы приехали, да? 6 и 9, 6 часа. И сейчас полтретьего мы уже покидаем ее. Ну если считать по норвежским ценам, то это... Ну да, в Норвегии мы за такую парковку, чтобы сходить куда-то там, не помню, что мы ходили посмотреть, мы заплатили за парковку 50 евро. И то без ночевки только. Да, там было только до 12 ночи. А здесь даже 24 часа. Можно еще и заночевать. Ну и теперь на выезд. Я говорю, посмотри. Ну здесь, ладно, вон мобиль, а там он припарковался легковой, вообще приехал. Вернее, с прицепом. Он прицеп расвал, у него в прицепе там какие-то причиндалы для кемпинга. Ах, зоо, так я и подумала. Думаю, человек решил, если он с прицепом, значит он кемпер. Ради ночевки, ну да, тогда он как кемпер. Тут что-то просто парковка за 14 евро была круче, чем эта за 18. Если это... Какая за 14? Где мы сейчас ночевали? А, ну да. Там была круче, с которой мы уехали. Кстати, мы вам название показали даже в конце. Но ссылка по-любому останется под видео. Так что имейте в виду. Если что, это около 3 километров до вот этой парковки. И потом отсюда едет шаттл к самому замку или городу на острове. Тоже около 3 километров. Вот такая прогулка. Если есть время так, чтобы в день нагуляться, а потом спокойно остаться отдохнуть на ночь еще здесь, то можно, в общем-то, и пешком. Мы пешком не пошли, так как мы планировали еще дальше ехать и, в общем-то, еще гулять. У нас время все ограничено, а хочется во многие места попасть. Едем дальше. Оказывается, все-таки можно было прямо на самой шлагбауме. Есть просто автомат для карты. А мы чуть его не увидели. Думали, что будет экстра автомат стоять. Большой, маленький. А надо было просто всего лишь карту засунуть в столбик от шлагбаума. Вот. Ну ладно. Мы прогулялись. Денис даже сбегал до автомата. Вы прогулялись? Мы прогулялись, сидя на сиденьях. А вы скидали? Не можно кушать. Как вы в зоопарке? Зоопарк неинтересно. Что вы все покушаете? Я приехала, да, лягушьих ножек покушать. Можно смотреть вино где-то. Ой. Мы сейчас держим путь в Канкали. Там, говорят, самое знаменитое место, где можно вкусных, свежих покушать ракушек. Ну или муш или они, точнее. В общем, мы новички в этом деле. Сейчас разберемся на месте. Как правильно называется и что с ними делать. Посмотрите, какие здания красивые. Камень с кирпичом. В перемешку облицовка идет кирпича. Проехали. Вот еще. Я в восторге от этих домиков каменных. Насколько красиво выглядит этот камень. И постройки такие маленькие, аккуратненькие. А там на берегу, похоже, виндсерферы стоят. Стоят. То есть, на моем ветру по пляжу гоняют. Гоняют по пляжу. Стоят их. Может быть. Какие интересные домики. Круглые. Уже второй проезжаем. То ли это настоящие домики круглые, то ли это просто башенки какие-то. Интересно. А вот опять такой же домик круглый. Башенка. И даже с балкончиком. Наверное, все-таки там люди живут. Все комнаты круглые. Представляете? Да, для нас здесь узковато. Канкаль называют изумрудным берегом. Но берег я не знаю даже. Может быть, во время прилива сейчас как-то не похоже. На мелководье стоят лодки. Отлив произошел, а лодки остались на мели. Ждут, пока придет прилив. Везде 2,20. Ну, это для легковых машин. Нам надо найти для кемперов. Они хотят перейти. Вы хотите или нет? Чего? Странно. Да, мы тут уже давно стоим. Они еще не решились, хотят ли они или нет. Зачем тогда не подошли к перешеходному переходу? Похоже, мы заехали в самый-самый центр. Наконец-то мы припарковались. Горем пополам нашли вот эту парковку. Нам уже стали местные пивикать сзади, когда мы ехали. Куда не поедем, туда нельзя. Там кирпич, там кирпич. Очень много вот таких улиц с кирпичом. Вот где-то висят знаки, что нельзя автодомам. А какой смысл? Ну вот. Оказывается, есть вот такая парковка. Свернули мы в улицу. Оказывается, здесь вот такая широкая парковка. А мы там столько ездили. Туда нельзя, сюда нельзя. Ну, что поделать. Главное, что нашли. Смотрите, какой красивый домик. И деревце перед ним цветет. Нас приветствуют. Смотрите, какая здесь пальма шикарная. Казалось бы, вроде здесь так холодно. Будь здоров. А здесь вот такие пальмы во дворах растут большие. Шикарные овощи. Сколько же ей лет этой пальме? Судя по стволу, немало. Шикарная пальма, да? А здесь вот уже другие сорта. Все-таки здесь теплее распространяется. Наверное. Наверное, зимой не бывает холодно. И даже кактусы какие. Вы посмотрите. Чувствуешь себя где-то, я не знаю, в жарких странах. Кто-то дома порядками занимается, машины чистит. У кого-то будни. Ой, но я от этих пальм в восторге. Посмотрите, какие пальмы. Прям где-то как будто на Гавайях. Шикарные. За сколько времени я встретила Бульданеш? Кажется, это он. Помню с детства. Хотя уже могу я ошибаться. Какие туристы поехали. Ну да, мы думали, мы маленькие, большие сюда заехали. А здесь погруппнее нас заехал. Ну вот мы и пришли на побережье. Город Канкаль всего 12 с небольшим километров квадратных. В общем-то, совсем, я бы сказала, маленький. Но это считается не деревней, а все-таки городом. В народе Канкаль называют Изумрудный берег. Ну вот мы и пришли, где можно купить устриц и покушать. В принципе, мы только для этого сюда и приехали. Что получается? 4,50. 12 штук. Здесь же сразу свежие лимоны. Какие берем? Наверное, я так думаю, разные. Одну тарелку возьмешь сначала, да? Думаю, да. Давай сперва только решимся, какие брать. Ну, надо сказать, чтобы всяких разных положили, чтобы можно его попробовать. Да, видишь, что они разные, да. Видишь, вот там 9, 9 и все. Ну, я имею в виду на одной тарелке, чтобы были разные сорта. Ну, я имею в виду на одной тарелке. Большие с одной стороны, а маленькие с другой стороны открываются. Это здесь сколько? Два сорта? Это все разница? Да, плата. Плаца и крыль. Окей. Хорошо. Это специальность. Окей. Так, ну, а что с ними потом делать? Просто поливать и все? Да. Спасибо. Спасибо. Сейчас, вот они, что там где-то идут. Вот это. Спасибо большое. Спасибо. Эту тарелку, наверное, назад, да? Да, наверное, с вилочками. А вот здесь, по традиции, посмотрите, какие горы этой чешуи, этих ракушек пустых. То есть, покупают, кушают и сюда же вот так скидывают по всему побережью. Так, мы куда приставим? Смотрите, чтобы лоб не прилетело. Что-то надо было по верху идти, наверное, а не по низу. Сверху кидает. А почти сейчас прилетит. Я и говорю, смотрите, чтобы на голову не прилетело. А то, может быть, кушают и не смотрят, куда кидают. А мы тут по низу гуляем. Где-то сзади звенит. Она же открыла, да, нам все? Она все открыла. Она эти маньки вот тут втыкнула. Короче, мы первый раз вот это открываешь. Окей, открыл. О, она еще двойная. Тут ничего нет. У нее в глазах испуг? Она порезала. Короче, лимоном сюда делаешь. И вот так. Ну и все. Ну и как на вкус? Вкусно. Круто. Тут отрываешь ее? Отрываешь ее? О, еще и слизистая. Отрывай ее от этой ракушки. Ну, у меня такая злышая. А чего вальше не дадите? Алина, сейчас кроме нее. А что думать, пока будешь думать, сейчас походу им понравилось. Круто. Мне понравилось. Мне понравилось. Так. Судя по тому, что они мокрые. Они прям с моря вытащены. А с салфетки брала? Да, в сумке есть. Никакую. Никакую. Ну-ка, кстати. Это что, лимон вместо соли? Ну да, типа, может быть, подсолить. Хотя они вроде соленые. Там она на одном месте. Ты как брат, сойди ее. Жуть какая. Все, все. А теперь просто без вилки пей. Уже сделал. Теперь просто пей ее. Лимон капнула? Бери. Тебе ее надо. Лукас капнул. Вкусно? Она вкусная. Она вкусная, правда? Жабра от рыбки. Повезло ж моим мужчинам. Да, я маленькую брала. На одного человека меньше. Похоже, они сейчас пойдут за добавкой. Это мой первый раз. Взяли одну из разных. Попробовать. Будем ли мы есть. Вот я уже не буду. Я до этого не могла даже смотреть и думать. И сейчас тоже. Большие лучи. А им понравилось. Ну да. На вкус и на цвет товарищей нет. Что, за второй пойдем? Я думаю, да. Пусть тетечка повторит. Только, наверное, только три. Я не знаю, как они понравились королю. Ну, видимо, так же, как и моим мужчинам и многим остальным. Видимо, я просто исключение. Нет, я не хочу. Ты можешь сразу две возьмите? Так, Лукас пошел еще с добавкой. Я тоже с вами. Нет, да, да. Нет, спасибо. Мы не поймем. Даже решили, если что, к каждому по чашке. Ну, вообще-то можно оставить. Оставь сейчас еще поеду. А вот теперь можно изумрудным назвать его. Вот в той стороне. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну, взяла я камеру уже чуть позже, когда уже наши мужчины опустошили. Три чашки. Как? Наелись-то хоть? Да. Наелись. Ну, да, три такие чашки. Мы с Альным по парочке только съели. Все остальное Денис с Лукасом. Им очень понравилось. Ну, да, мы ради этого ехали сюда. А здесь, посмотрите, сколько этих чашечек, домиков от устриц. Сейчас вот мы покушали. И теперь идем, хотим спросить у этой продавщицы, у которой мы покупали, можно ли их взять домой купить, привезти нашим ребятам дома. Я думаю, им будет тоже интересно попробовать. Нам здесь их сейчас открыли. Почему-то мне кажется, что если их не открывать, то в холодильнике за пару дней их можно довезти. В общем, сейчас мы все узнаем. Для нас это новое. Честно, я вообще ничего не поняла. Вот здесь 13,60 евро. И это 2 дузaines. А, окей. И вот здесь 4 дузaines. 4 дузaines. Ну, вы длинненькие берите, да? Которые понравились больше. Это что, 10 дней типа? 10 дней они могут храниться. А как будет по-французски? Мерси, спасибо. 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 Еще домой теперь взяли. Что в тебя взялось? Так что все-таки наши ребята тоже попробуют. А осталось нам закупиться лимонами. Вы довольны, счастливы, что вы еще с собой берете? Еще как. В восторге. А сколько там килограмм? 50 штук? Нет, это вот эта вот марка, они размер, наверное, децет или что-то такое там, они говорят. Ну, это длинненькие, вы вторые взяли, да? Две тарелки съели, да. Что, идем назад или что-то? Да, наверное, все нам... Теперь на боковую надо, да? С мамой еще круассаны хотим. Да, круассаны. А, мы еще с Альвиным хотим круассаны. Очень была приятная женщина. Увидела, что я взяла с собой муж или тигрокушечки пустые. Мы их несли на салфеточки, потому что у нас не было никакого мешка. И поэтому она увидела, и нам даже вытащила мешочек запасной, чтобы мы и ракушки положили тоже в мешок. В общем, очень приятная женщина. Нам все рассказала, все показала, объяснила с трудом. Конечно, мы понимали, мы с ней по-английски, она с нами по-французски. Я, в общем, вообще ничего почти не поняла. За исключением того, что 10 дней можно устрицы хранить. Мы хотим найти круассаны, но пока видим только мороженое кругом. И эти, устрицы. И устрицы, да, на каждом углу. Круассаны здесь не распространены, похоже. Не тот город. Ну как, это же Франция. Девочка перепутала, видимо, меня с мамой. Так пристроилась сбоку и не глядя. Идет за мной рядышком прям. А мама ее кричит, кричит. И только после она окликнулась. Субтитры создавал DimaTorzok